Зима не только таит опасность в виде простуд, но и дает чудесный шанс избавления от многих болезней. Моржевание и купание в холодной воде считаются одним из самых действенных способов закаливания. Как правильно проводить процедуры и в чем польза моржевания, постараемся рассказать в нашем репортаже. Уральские моржи уже много лет собираются в парке культуры и отдыха на берегу реки Чаган. Первым делом готовят прорубь. В воде не должно быть кусочков льда. Они могут поранить кожу. Затем переодевание и пробежка по парку. Причем дистанцию каждый задает себе сам. Самый старший в клубе моржей Павел Георгиевич Хорошкин. Ему 87. Ветеран Великой Отечественной впервые окунулся в прорубь 11 лет назад. И с тех пор зимнее плавание стало правилом жизни. После пробежки разогревающие упражнения в спортзале. Это необходимо для усиления кровообращения. Обязательно нужно размяться, размяться, чтобы организм нагрелся. А потом уже можно купаться. В клубе моржей около 50 человек. Люди разного возраста и профессии. Объединяет одно – желание не болеть и не стареть. Каждый из них смог преодолеть свои болезни и страхи. Закаливая организм, они поддерживают хорошую физическую форму и бодрость духа. По их словам, закаливание нужно начинать в конце лета. Каждый день обливаться, постепенно снижая температуру воды. Зимой начать пробежки по снегу босиком. Обливаться холодной водой на улице. И только потом можно окунуться в прорубь. Человеку свойственен страх холодной воды. Мы с детства боимся низких температур. Между тем, сами моржи говорят, за несколько минут пребывания в ледяной воде они не только не испытывают холода, но даже ощущают внутренний жар. При погружении у человека происходит выброс адреналина, который снижает болевую чувствительность и активирует иммунную систему. А осознание пользы купания приводит уже к выработке эндорфинов, гормонов удовольствия. Этим объясняется и отличное настроение у любителей экстремального плавания. Как, Павел Георгиевич, как вода? Отлично. После купания в проруби чувствуется необычайная бодрость и свежесть. И после такого купания человек заряжается бодростью на целый день. То есть купание в проруби очень поднимает эллистерон, это особенно, в частности для мужчин. Продлевает долголетие, как для мужчин, так и для женщин. Меня привел отец. Вот это, то есть мой отец знает. Ну, не одному же тонуть. Я росла больным ребенком. Сколько ходил в школу, столько болело. У меня постоянно ангина, ангина. Но благодаря проруби я забыла о своих болячках. Но если будет простуда, то это все быстро проходит. Алишеру 14 лет. Он с детства занимается дзюдо. По совету отца решил попробовать и закаливание. Трудно только решиться, говорит он. А после первого купания страх отступает. Настолько много получаешь от воды. Ощущение очень хорошее. Это, как бы сказать, наркотик, но только для очень здоровых людей. И очень на душе очень хорошо становится. Ну, сейчас второй раз только купаюсь, можно сказать. Мечтал с детства искупаться, побыть так, как моржи. Ну, второй раз попробовал. Хорошо, кажется. Переборол себя, можно сказать. Но эффект закаливания в непрерывности, говорят моржи с 30-летним стажем. К этому относиться надо серьёзно. Знать, что для этого нужна стабильность. То есть, если начал заниматься, то ты должен обязательно от малого к большому. И постоянно. Перерывы в этом закаливании только вредят здоровью. Зимнее плавание не только укрепляет тело, лечит неврозы и депрессии. Меняется и характер человека, рассказывают моржи. Вода дарит человеку гармонию с собой, силу и хорошее настроение. Вы, конечно, можете искупаться. Но не обязательно проплыть, а просто один раз окунуться. И вы почувствуете, как будто вы заново родились. Это такое чувство необъяснимое. Чувство новизны, чувство приобретения какого-то, чувство общения с природой. Необыкновенное чувство почувствуете. Я вам обещаю. Унося с собой заряд бодрости и оптимизма, мы попрощались с моржами, пообещав обязательно подумать о закаливании. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok